Всем привет, друзья! На ваших мониторах очередной выпуск Беннет Экспресс, в котором мы разберем, каким образом можно привязать отдельную точку на маске к точке трекинга. Примерно так, как вы видите сейчас на экране. Сразу скажу, что сделать это стандартными средствами невозможно, так как при анимации маски After Effects создает лишь один ключ, в который запекается текущая позиция маски целиком. Соответственно, каждая отдельная точка не имеет отдельных редактируемых параметров. Разбирать мы будем на примере вот таких следящих аннотаций. Я уже подготовил композицию зомби на хромакее. Сам кейинг мы проделывать не будем, так как я рассказывал об этом во многих других видео, посвященных этой теме. Давайте нарисуем нашу будущую аннотацию. В меню Layer создайте New Solid. Все оставляем как есть и жмем ОК. Инструментом Rounded Rectangle Tool создадим плашку аннотации. Разместим ее в нужном нам месте, учитывая, что сама плашка двигаться не будет. Инструментом Add Vertex Tool добавим три точки, чтобы создать хвостик аннотации. Немного проиграем анимацию, чтобы понять, к какой точке на видео мы будем притрекивать вершину нашей маски. Как видим, на протяжении всего видео достаточно отчетливо виден логотип Adidas на куртке. Его мы и будем тречить дальше, а пока подтянем вершину хвостика к логотипу, находясь в первом кадре композиции. Теперь быстро сделаем трекинг. Выделите слой с видео и, нажав правой кнопкой мыши, выбираем Track Motion. Параметры трекинга оставляем по умолчанию, так как нас интересует только параметр позиции, который уже отмечен. Настраиваем трекер на логотип. Теперь распакуйте в любое место архив, скачанный с нашего сайта, содержащий в себе файл скрипта ROT AE 1.3. В After Effects в меню File найдите скрипт и первая строка Run Script File. Запустить файл скрипта. Скрипт запущен и мы приступаем к настройке. Для начала давайте перейдем к маске солида и включим анимацию для параметра Mask Pass. Теперь этими стрелочками в окне скрипта выберите первую точку, как раз ту, которую мы будем привязывать к трекеру. Кстати, именно так можно запомнить или записать порядок всех остальных точек, если вы хотите привязать к разным трекерам разные точки маски. То есть если это точка номер один, то нажав на стрелочку и выбрав следующую точку, она будет второй по порядку и так далее. Сейчас нажимаем в скрипте кнопку Apply Tracker. Как видим, у солида добавился Motion Trackers. Разворачиваем его и видим трекер 1, относящийся ко всем точкам нашей маски. Развернем трекер 1 и видим внутри трекера по порядку, о котором я говорил чуть ранее. В нашем случае мы анимируем лишь одну первую точку, то есть трекпоинт 1. Разворачиваем его. Теперь переходим на слой с видео. Разворачиваем его в Motion Trackers и трекер 1. Здесь у нас всего одна точка, так как, собственно, одну точку на видео мы и трекали. Разворачиваем трекпоинт 1. Удерживая Ctrl выделяем все параметры созданными ключами анимации, а именно Feature Center, Confidence, Attach Point. Нажимаем Ctrl-C, копируем анимацию в буфер обмена. Выделяем трекпоинт 1 у солида и жмем Ctrl-V. Вставляем анимацию. Имейте в виду, что точно таким же образом вы могли бы анимировать все точки вашей маски, если бы вы сделали трекинг соответствующего количества точек в вашем исходном видео. Затем нам нужно указать анимацию какого именно трекера, если он не один. Мы привязываем к маске, и какой именно маске, если опять же масок несколько. Для этого, удерживая Ctrl, кликаем по общему названию трекера, Tracker 1, и по названию маски, Mask 1. В скрипте нажимаем Apply Mask. Как видим, скрипт создал ключи анимации у маски, и теперь хвостик нашей аннотации следит за логотипом на куртке, двигаясь вместе с ним. Необходимо учитывать особенности анимации масок в After Effects. Она у нее нет ключей анимации на каждую точку маски отдельно. Созданный ключ анимации как бы запекает все ключи целиком, и поправить анимацию, сделанную после трекинга, уже невозможно. Как и куда применить данную методику, решать только вам. В конце концов, тут все, как всегда, зависит только от вашей фантазии. Я лишь дал вам в руки инструмент и показал, как им пользоваться. Напоминаю, что бесплатный скрипт, использованный в этом уроке, вы можете скачать на нашем сайте. Ссылка указана в описании к этому видео. Не забываем подписываться на наш познавательный канал, репостить видео, рассказывать о нем вашим друзьям, родственникам, знакомым, дедушкам, бабушкам. Этим вы очень сильно помогаете развивать наш проект и делать его далее. А с вами был Беннет. Будьте в курсе, друзья! На этом все. Хочешь следить за свежими выпусками экспресс-курса? Подписывайся на канал и поддержи проект. Расскажи своим друзьям.